Славик мальчик рослый и на вид совершенно здоровый. У него глухота четвертой степени из пяти возможных. Уже несколько лет он занимается в 21 детском саду. Для ребенка создали индивидуальную образовательную программу. Но здесь нет специалистов, которые могли бы научить ребенка понимать сверстников и взрослых. Родители мальчика хотят добиться того, чтобы Славика перевели в специализированный детский сад. После постановления диагноза я обошел все инстанции нашего города и не получил соответствующей помощи, понимания и вообще, где должен учиться мой ребенок. С глухими детьми должны заниматься в саду «Солнышко» и в созданной группе 70-го детсада. Там работает дефектолог. Он помогает малышам с тугоухостью стать полноценными членами общества. Слава с врачом пока занимается дома. Воспитатели видят прогресс. Славе уже 5 лет. Пока он не говорит, объясняется жестами. Понимают его, увы, только родители. Он не слышит, не понимает. И он сам страдает, и дети страдают от него. То есть, если он даже хочет с детьми поиграть, дети этого не понимают, что он от него. И поэтому у них получается постоянно то, что... Да, у них получаются стычки. Они думают, что он подойдет к нему, стукнет. Дети начинают кричать, убегать. А он просто хочет с ними поиграть. И поэтому очень тяжелая обстановка у нас из-за того, что он не получает специализированной помощи. Ситуация конфликтная. Папа мальчика рассказывает о мытарствах по инстанциям. В учебных учреждениях говорят, что он только полгода назад озвучил проблему. Мне предложили 70-й детский сад. Предложили группу, которая должна была открыться с 1 сентября по планам у нас в городе. И до сих пор, я так понимаю, что они до сих пор как бы не открыли эту группу. То есть, мой ребенок и родители, с которыми я общался, уже как бы не получают этой помощи, этого дошкольного образования. То есть, мы уже потеряли в этом году полгода обучения. В солнышке место уже обещали. И, в общем-то, ситуация разрешена. Но Василий Грязнов жаждет справедливости. Боится, что история с чиновничьим непониманием повторится с другой семьей. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.